Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о правилах речевого общения. В наши дни, когда люди все чаще общаются с помощью мобильных телефонов и прочих других гаджетов, кажется, что искусство разговора уходит в прошлое и никому не нужно. А это далеко не так. Со всех сторон раздаются предложения от всякого рода коучей, ораторов, тренеров и прочих других людей, которые за небольшую, а иногда большую сумму денег обещают вас научить к раздоречивым, как цицерон, и абсолютно успешным способах подачи своего материала. Но, с другой стороны, у вас есть своя голова, у вас есть масса полезной информации, ну и, в конце концов, есть я. Своей целью я ставлю познакомить вас с основными требованиями, которые предъявляются к культуре речи, умению развивать способности четко и точно излагать собственную точку зрения, связанную речь, воспитывать культуру своего искусства, разговаривать. На память сразу приходят слова таких великих людей, как Дейл Карнеги. Он утверждал, что успех на 15% зависит от знаний, а на 80% – от умения общаться с людьми и подать себя. Я уверен, что каждый из вас помнит знаменитую фразу из романа Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». Вы можете сказать или заметить, что нет ничего естественнее или проще, чем просто разговаривать с кем-то. И незачем специально этому учиться. Однако далеко все не так просто. В разных случаях люди говорят по-разному. Возьмем, например, себя. Дома вы общаетесь с родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. В школе с учителями и одноклассниками вы не рстите с преподавателями, сокурсниками в спортивной секции или клубе, с тренером и друзьями-спортсменами. Вы постоянно оказываетесь в разных обстоятельствах. То вы пассажир автобуса, то покупатель в магазине, то зритель в театре, то болельщик на спортивном зрелище или матче, то пациент в больнице, а то и просто прохожий. И в каждом случае нужно знать, что и как сказать. Одним из важнейших условий общения является знание и выполнение правил речевого этикета. Эти правила помогают человеку достичь целей в общении. Основные принципы речевого этикета. Первое. Самое главное условие подлинного общения – постоянное внимание к собеседнику. Второе. Научитесь внимательно слушать. Мудрецы утверждали, что существует только один способ стать хорошим собеседником – уметь слушать. Третье. Не старайтесь говорить много. Сдержанность и уместность в разговоре намного ценнее, чем болтливость. Чем вы немногословнее, тем внимательнее прислушаются к вашему голосу. Крикунов и болтунов, как правило, не слушают серьезно. Четвертое. Никогда не перебивайте собеседника. Четвертое. Умейте дослушать до конца. Прожуй, прежде чем проглотить. Дослушай, прежде чем говорить. Гласит народная мудрость. Пятое. Если вы заняты делом и в это время к вам обращаются с речью, оставьте дело и выслушайте говорящего. Шестое. Никогда не оскорбляйте собеседника розвищами, обидными словами, даже если он не прав. Седьмое. Разговаривая, следите за своими руками. Очень плохая привычка – крутить пуговицу собеседника, хватать его за руки или хлопать по плечу во время разговора. Все знают, что в общении друг с другом, дома, на работе, в школе существуют определенные правила речевого поведения. Однако на практике оказывается, что люди далеко часто не знают, что и как сказать, чтобы не было обидно собеседнику, как поддержать его, помочь, ободрить. Умению вести диалог, беседу друг с другом нужно учиться и учиться. В жизни людей общение занимает очень важное место. На него уходит, как считают социологи, около 70% общего времени. Например, японские ученые-лингвисты выяснили, что служащие Японии, самые оснащенные техническими средствами коммуникации страны в мире, тратят на разговоры около половины своего времени, почти 7 часов в сутки. На чтение у них уходит около полутора часов и пишут они порядка 47 минут. Эти данные свидетельствуют о том, что даже современный человек, обладающий совершенными средствами связи, человек по преимуществу все-таки говорящий. И ко всем определениям человека, homo sapiens, человек разумный, homo fuber, человек производящий, homo ludens, человек играющий, можно с полным основанием присоединить. Как я уже говорил, по мнению специалистов, успех человека в жизни на 85% определяется его умением вступать в контакт с окружающими людьми. Человек, умеющий общаться, обречен на успех. Что же необходимо знать и, главное, уметь каждому человеку, чтобы его общение с окружающими было успешным и эффективным? С точки зрения современных представлений об эффективном общении, в процессе коммуникации нет и не должно быть пассивной стороны. Роль слушателя так же активна, как и роль говорящего. От взаимодействия этих двух сторон зависит и успех общения. Универсальным принципом успешной коммуникации становится принцип кооперации или принцип речевого сотрудничества, который включает в себя следующие частные правила. Первое. Говорить ни много, ни мало. А именно столько, сколько нужно для адекватной передачи информации. Известны люди, которые говорят очень много, но сами абсолютно не умеют слушать. Второе. Не отвлекаться от темы. Все реплики нашего разговора должны быть уместны и относиться к делу. Третье. Говорить только правду. Это правило предупреждает. Не говори того, что ты считаешь заведомо ложным. Или не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований. Четвертое. Говорить определенно, недвусмысленно. Многие любят говорить намеками, обиняками. Это нарушение принципов нормального общения. Пятое. Говорить вежливо, уважая речевое достоинство собеседника. Это правило включает в себя ряд требований. Будь тактичен, будь великодушен, не суди других, будь скромен, избегай конфликтов. Оформляй адресованное собеседнику высказывание согласно правилам речевого этикета. И последнее. Конечно, в реальной жизни, к сожалению, эти правила людьми часто не соблюдаются. Иначе в речи не было бы ни грубости, ни неуважительного отношения к людям. Развивайте свою речь. Совершенствуйте свой язык. Берегите в себе человека. Успехов! Продолжение следует...